Здравствуйте, Игнатий Тихонович! Добрый день, Игорька! Вот, Лариса пришла ко мне, свидетель еговый. Сейчас мы сделаем, чтобы здесь было пояснее. Подожди-ка, вот это задернуть надо. Передернуть, немножечко. Вот так. Хорошо, так лучше будет видно. У нас все записывается и выставляется в интернет. Вы не против? Нет, нет, нет. Она не хочет, я-то, я разговариваю. Ну, как это? Ты там сядь и все отдельно. Вот она задает, я ей сказала про младенца, который был у Иисуса на руках ребенка. Так, я сейчас спрошу, значит, у нас записывается и выставляется в интернет. Вы не против? Ну, я-то не против. Ну, значит, чтобы не было против никто, потому что у нас же не скрыто это делается, а открыто. Преступники прячутся, а нам зачем прятать это? Вот сюда сядь, Лариса, тебя не будет видно, будешь слышать хоть. А что такое? Почему не видно-то? Не пойму. Она не хочет, чтобы ее записывали. А почему? Не ходят? На улице со всеми встречаются. Не ходят? Никого не боятся. На улице-то со всеми встречаются. Что это за страхи такие? Снять там сбоку не видно. Понялись? Просто не сколько? Вот сюда сядь, я говорю, буду говорить. Так нет, так не получится у нас беседа. Что же прячутся? С кем я разговаривать буду? Никого не видно. Вы же знаете, что у нас все записывается. Ничего в этом нету. Игнатий Тихонович, она не хочет, я хочу. Ну, не хочет, значит, беседы не будет. Что не хочет? Ясно, что-то там за спиной есть. Кого боится? Сама себя боится. Никто за это не арестовывает. Вот это про церковь объясните, как вот с апостольских времен я ей не смогла объяснить, что мальчик даже вот как свидетель был. Она говорит, где написано в Библии, что это православное? Что православное? Не поняла. Что с апостольских времен было. Что слово православное? Да. Ну, а как же? Это уже было в апостольских правилах упомянуто. На Первом Вселенском Соборе на Втором слово православное уже фигурирует. Как? Если все отбрасывать, тогда и истории никакой нету. Но если мы так будем говорить, скажем, где Алмата написано в Библии? Алматы нету. Где написано казахи? Нету. Так что это? Разве нету? У нас много чего в Писании нет. Потому что написано, чтобы все писать, самому миру не вместить бы. Мы откуда узнаем, как апостол Павел умер? Как Петр умер? Откуда? Когда в Библии не написано об этом. А мы знаем, что Петра распяли вниз головой. А Петру отрубили голову. Одну минуту. Видишь как? Сразу не пошло. Ну ты говоришь, пусть он покажет. Петра как убили, не написано в Библии, а однако Петра знают, как убили. Это все знают. Никто не спорит об этом. Иначе тогда истории никакой нет. Тогда надо осознать, что Дух Святой, как Третье лицо Троицы, перестал действовать. А он Иисус, уходя и говорит, придет, обличит, наставит. А где эта работа Духа Святого? Что она закончилась в первом веке разве? У церкви есть история. А у сект, которые возникли позже, у них ничего нету. Ну возьми Баптиста. Они не могли раньше 1609 года. Джон Смит. Лютер 1517. Лютеране не могли раньше Лютера быть. И марксисты не могли раньше Карла Маркса быть. У любой секты есть начало. Свидетели Иегова, они начали свое существование, допустим, сто лет назад. Дальше у них нет ничего. У них первый век берут, дальше 19-й все. А где остальное-то? Где 19 веков-то? Так никогда никто не делал. Про ребенка, которого Иисус брал на руки. Скажите. Иисус брал на руки ребенка? Да. Это из истории известно. Игнатий Богоносец. Это его история. У нас житие святых. И написано, что Господь, который ребенка брал, его звать Игнатий. Он потом станет епископом Антиохии. Это житие святых. И потом его увезут в Рим из Антиохии. И бросит его. Игнатий Богоносец. Игнатий Богоносец. Игнатий Богоносец. А что ты там разговариваешь, Лариса? Послушай. Видишь, не хочет слушать и все. Так я их знал, что она не будет слушать. Мы их знаем. Сатана гонит их по пустынным местам. Она может сейчас все узнать, услышать. Дорогой-то они со всеми разговаривают. По домам идут. Да, я ей тоже самое говорю. А ты же, говорю, людям рассказываешь. Он сидит, задаст вопрос, я отвечу. Им это не надо. Сатана заблокировал. Мне, если что надо, я обязательно поеду куда-то, разознаю. Рядом буду сидеть. Вот я услышал такой профессор. Я взял магнитофон, поехал в Москву. Встретились. Я зашел в литературный институт. И там все у него записал. Я могу разговаривать об этом человеке. Александр Мень, которого убили. Я поехал. Мы с ним встречались. Записали две беседы. И они выставлены в интернете. Ну вот они еще говорят. 144 только могут это. Да и глупости это все. Причащаться. 144. Их может уже миллионы. 144. Причащаться и мы можем же. Вот спросите, если у вас появятся эти люди. Еретики. Вы их спросите. Скажите. Было гонение на церковь первые три века. До Константина. Или не было? Кто были гонители? Они откуда узнают-то? Они еще не знают. Не узнают. И плюговать это все. Беки. Император был. Он пришел в 249 году. Поцарился. И началось сильное гонение. Но уже через три года. А в это время лет 60 не было гонения. И верующие там стали в институты поступать. Обогащаться. И Богу не угодно было. Он как ударил. На такое гонение было. Казни начались. Три года. И через три года церковь полностью обновилась. А его убили во время там на него мытье же было. В 249 и 251 его убили. Все. Дальше будут Демициан. Диоклетиан. Юлиан отступник. И прямо указаны какие годы. Годы. Кого гнали. Кого убили. Житие святых написано. Житие святых это же история церкви. Господь не сказал что я уйду. А потом будут люди называться свидетели Иеговы. И они будут тогда это назвать христианами. Нигде этого нету. В Новом Завете свидетелями Иеговы никогда не назывались. Я говорю первое. Это их Бог так назвал. Бог назвал. Да так можно. Откуда это известно что Бог то назвал. Когда написано в Антиохии стали называться христианами. В Антиохии. Впервые. А Антиохия это была там где Златоус. Был. Истории это никакой нет. И колобродят. Почему написано. Христос говорит. Все я с вами во все дни до скончания века. Во все дни. Не сказал что в первом веке буду. А потом меня не будет. И в двадцатом веке я приду опять. Во все дни. И по этому церкви. 1173 биографии. Жития святых. В каждом веке я могу сейчас их назвать. Когда жил. Какая его история. Все записано. Когда казнили. Их биографии сохранились. В первые века. За три века. Было казнено примерно 450 тысяч. Полмиллиона христиан. Они ни одного не знают. Почему? Потому что они не церковь. Еретики. У них ничего нету. Придумали. Придумали. Висит на столбе. Где на столбе. Когда написано. Нес крест. Написано. Нес крест. А кто нес крест то? Ну кто нес то? Симон Кириньянин. Симон. Симон Кириньянин. На него возложили крест. Написано крест. А у них еще не сходятся. Они написали другую книгу. Назвали всемирный перевод. Он никакого отношения к Библии не имеет. Совершенно. В Англии против них подали в суд. Сколько человек переводили? Шестеро. Пятеро. Ни одного слова не могли перевести с еврейского. Переводчики. А один говорит. Мог перевести три слова. Из пяти предложений ни одно не мог перевести. Выдумка все. Обманщики. Сто процентный обман. Христос говорит. Я сущий Бог. Они говорят. А он не Бог. Он. Как не Бог? Когда Христос говорит. Бог. Они говорят. Не Бог. Они враги Христу. Что же она будет беседовать? Ее и погонит сатана. Куда? А да. Кроме всех всех только они не слушают. Да? Ну мы же не первые на земле. До нас еще 20 столетий жили. У церкви были мученики. Я повторяю. Почти полмиллиона. И они ни одного не знают. Как Екатерина Великомученика. Как ее терзали. Как с нее все сдирали. Груди отрезали. Глаза выдавливали. Что только не делали. Это называется Великомученица Варвара. Ее отец Диаскор мучил. Отец. Его имя известно. За что? Когда он уехал. А она в тереме была. Терем это как стол. К ней нельзя было проходить. А она сидела смотрела на звезды. Размышляла. И деревянные идолы стоят каменные. И она думает. Как эти идолы могли сделать солнце. Когда сами неподвижные. И она их взяла. Разбила. А тайный христианин пришел. Я говорю. Знаю. Вроде лечить надо. Ну ей рассказала о Христе. Она уверовала. Сошла вниз. А там баню строят. Она подошла. Дочь. Она дочь знатного вельможи. Варвара Великомученица. И говорит. А почему два окна? Они говорят. Отец так сказал. Потому что солнце и луна. Мы поклоняемся. Она говорит. Это неправильно. Надо делать три. В честь троицы. Но они сделали так. Как она. Она же их дочь. Это отца. А он когда приехал. Три окна. Он говорит. Я вам проехал два окна. Но ваша дочь Варвара была. Сказала. Он пошел дочь. Ты зачем же так сделал? Она говорит. Во имя святой троицы. Да только христиане верят. Она говорит. А я верю. Но он стал гнать ее. Терзать. Бить. Отдал на мучение. И как ее казнили. Она убегала. Гора раскрылась. И скрыл ее. Не могли взять. Это история. Это прекрасная история. Как они мучились. Вот. Мать. София звать. А дочери Вера, Надежда, Любовь. Девять. Там. Десять. Двенадцать лет. Их мучили. И ничего не могли сделать. Ничего. Они были верны. И когда последнюю казнили дочка. Она говорит. Мы учились от одних книг. От одних книг. Нас нельзя заставить отречься. Был такой епископ Вавила. У него было учеников несколько. Ну их взяли. Его арестовали. И учеников. А они ребятишки. А этот. Правитель говорит. Накажите. Дайте плите им столько. Сколько каждому лет. Одному восемь лет. Другому девять. Другому десять. Да кому меньше дали. Он скорбел. Что мало лет. Что мало пострадал. Было бы лет пятнадцать. Мне бы пятнадцать раз ударили. Я за Христа любимого хочу пострадать. А они же ничего не знают. Еретики. Вот про пять рукоположенных скажите мне. Еще говорить. Христос так установил. 14.23 деяния апостолов. Рукоположили при святеров каждой церкви. Каждой. А зачем рукополагать то? 14.23. 23. Давайте я буду считать даже раз вам трудно так. Подожди-ка. Ты смотри чтобы видно было. Ты на меня еще все время навелся. Сейчас я это с вами поговорю. Я с ней покажу эти церкви. Давайте. Сейчас мы. Но они библию то не признают. А признают там свои выдванные. Я признаю только свою. Ереси свои. Вот мы сейчас смотрим. 14.23. Что не ошибся ли я тут? Сейчас. Вот. Рукоположив же им при святеров каждой церкви. Почему рукополагать то? Ну сказали бы и стоял. А они помолились с постом. И предали их Господу в которого уверовали. Ну. Зачем бы рукополагать то нужно. Если без рукоположения можно было бы. Так же читаем и титу. Вот. 1.5. Титу. Запиши. Послание святого апостола Павла к титу. 1 глава 5 стих. Для того я оставил тебя в Крите. Остров Крит. Дабы ты довершил недоконченное. И поставил по всем городам при святеров. Как я тебе приказывал. Он приказывал. А еретики то этого не знают. У них ничего и нет. Они не церковь. Просто собрались вместе. Общество. Стражи там. Да можно наговорить что угодно. Они говорят. Собрание было тогда. Поэтому у нас тоже собрание. Собрание. Да какое собрание нечестивых написано. Сброд нечестивых. И собрание верующих. Собрание было в колхозе. Да то что угодно можно сказать. Собрание тоже. Партийное собрание было. Коммунисты собирали же. Партийное собрание. Назвать то можно. А какое слово собрание. Экклесия. Это церковь. В буквальном смысле. Церковь. А это с греческого? Конечно. Церковь основана Христом. Матфея 16-18. И Господь говорит. Врата да не одолеют ее. Не одолеют. А у них получается юридиков так. Победил Константин. Церковь обмерщилась. И они появились через 19 лет. 12 веков. Веков. А где была тогда церковь в третьем. В пятом веке. В шестом. Они не могут назвать ни одного человека. Ничего. Пять сильных есть в Библии. Давайте. Это. Которые сохранили рукоположение от апостолов. Это католики. Католики. Это в Библии есть это? Ну как это? Мы знаем. Конкретно. Которые сохранили. У каждого есть рукоположение. Православное. Православное. Разных юрисдикций. Там старообрядцы. У кого есть. Третье. Григориано-армянское. Апостоличное. Григориано-армянское. Армяне. Они еще в четвертом веке уже отдельно были. В четвертом веке. Они на пять веков. На шесть раньше русских уверовали. Дальше. Копты. Коптская церковь. И сирийская. А где это копты? Ну где сейчас Сирии воюют-то? Сирийская. Это апостольская церковь. Все. Больше нигде не сохранилось. Остальное уже секты. Это вне церкви. А Христос придет за церковью. А не за сектантами. Где нет епископата. Вот. Они рукоположили апостола и епископов. Епископы эти. Других епископов. И эту благодать передавали друг другу. А если где-то разрыв. Значит ничего прервалось. Ничего нету. Я не понимаю. Эти церкви. Они сразу стали называться православными. Или как? Сразу нет. Когда еретики появились. Чтобы сделать различия. Как узнать. Были. Ну сразу большевики. Нет. Когда разделились. Голосовали большевики и меньшевики. А в начале-то. Когда Плеханов пообразовал партию. Это не был большевиков-то. Он просто говорил о преобразовании государственного строя. А когда проголосовали. Кто за революцию. Их показалось больше. Их стали назвать большевики. Так и здесь. Когда появились еретики. Они стали Христа признавать за обыкновенного человека. Первое творение. То есть неравный Богу Отцу. Как вот так называемые свидетели Иеговы. Их правильно назвать лжесвидетели под именем Иеговы. И что дальше было? Тогда православные говорят. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Это правильно славить. Их стали называть православные. А другие Ариане. Ария. Третья, которая неправильная мысль. А Дестариане. От названия главного их раскола учителя. Вот так дело было. А чего она? Ушла совсем? Она там сидит с мужем моим. Селала там, говорит. Они везде такие. Недавно тоже Сергей парализованный. Согласились. Руководители прийти. Ничего подобного. Они страшно боязливы. Это сатана гонит их. Если они считают, что православные с сатаною. А они с Богом. Да кто кого боится-то? Мы их не боимся. Сатана боится. Тут легко доказывать. У православных история и рукоположение. Это церковь. Церковь. А это никто. Их таких сектантов нынче 21 тысяча разных названий. Разных. Вот отдельно. Новая жизнь. Что за новая жизнь? У нас тут районная газета «Новая жизнь». Апостольские христиане. Нигде они не назывались апостольскими. Просто христиане. То есть они никакие. Мы бы им многое могли сказать. Главное, что они не верят Троицу. Что Троица. Они вообще не признают Троицу. А я им... Я сейчас посмотрела ваше видео. Да. Все показываю. 1.18. Римлянам 9.5. Да. Да. Я записала. Сейчас покажу. Вот теперь смотрите. Говорят, на кресте он не был распятый. А где был распятый? На столбе. А Петру Христос сказал, пойдешь прострешь руки. Давайте прочитаем. Как простирать? На столбе нельзя простирать. Какой это стих? Сейчас мы начнем говорить. Подождите-ка. Прострешь руки. Минуточку. Вот давай мы сейчас. О! Руки. А вот как мы считаем уже в Новом Завете об этом написано так. Евангелие от Иоанна 21.18. Вот оно. От Иоанна. От Иоанна. От Иоанна. Евангелие от Иоанна. 4 Евангелие. 21 глава. 18 стих. Истинно, истинно говорю тебе. Когда ты был молод, то припоясывался сам. То есть у него пояс был. И ходил куда хотел. А когда состаришься, то просрешь руки твои. И другой припояшет тебя. И поведет куда не хочешь. Как? Он на кресте был распятый, простер руки. Простер это не означает как-то, а простер. Да. А слово крест смотрите как. Вот мы сейчас посмотрим. Слово крест в Новом Завете уже нас интересует. Надо выражение вот такое. Что-то зависло. Да, смотрите. Господь говорит так. Матфея 27.32. Вот ушла она куда. Интернет. Она говорит зависла. Видимо интернет. Ну вот. Ну еще будем ждать. Сейчас она выйдет. Видишь как. Она недавно пришла от них. От этих еретиков. Видишь как. Она попыталась. Я знал, что разговор не будет. Они не могут беседовать. Вот так. Мне ничего не надо тут нажимать? Нет. Ну подожду. Что же такое? Все зависло еще. Говорите. Слушайте. Евангелие от Матфея. 27.32. 27.32. 27.32. Ага. Выходя, они встретили одного кириньянина. По имени Симона. Всего заставили нести крест его. Крест. Не столб. Крест. Ну. Что еще дальше говорит-то? Да, конечно. Переделали все на столб. Ну тут написано крест. Об этом считаем у Марка 15.21. Они все переделали же в своей Библии. У них не крест. Это я знаю. Я знаю. А вот смотрите. Еще такое место найдем-то. Это мы считаем Евангелие от Иоанна. Давайте мы сейчас посмотрим. Евангелие от Иоанна 3.14. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому. Как на палке можно повесить змею? Еще непонятно. Потому что там была поперечина. И на поперечины тогда и повесил. Ну как? Как Моисей вознес змею в пустыне на шесте. Так должно быть вознесено. И Сын Человеческий также на кресте. Об этом никто ни один еретик не спорил. И они Христа-то признают Архангел Михаил, а не Сын Божий. Полное безумие. Сатана вообще отнял разум. Поэтому разговаривать-то не о чем. Я хотел указать места Писания. Но она должна была сказать, что она не верит. А неверующий представляет Бога лживым. А участь лжецов в озере Огненном. Так они тогда, чтобы не гореть в огне, говорят, а ада нету. Гиены нету. А чтоб душа не мучилась, они говорят, и души нету. Что тут непонятно-то? Сатана просто пришел в образе человеческом. Что не по их, они выскапливают. Библия, говорится, три свидетельствуют на небе. Они взяли, выбросили Библию, написали другую книгу. Говорят, это новый всемирный перевод. Ну, еще разговаривать-то. О чем разговаривать? Ладно, я вот здесь какие у меня есть стихи сейчас приведу. Ну так еще иди сходи, позови. Далеко у меня там от тебя. Здесь, Лариса, иди сюда. Лариса! Лариса! Игнатик Тихлович тебя зовет. Так, скажи, Лариса переводится Чайка. Слышала, да? Лариса переводится Чайка. Ну вот давай к источникам воды. Лети. Не хочу, говорит. О! Я не хочу. А вы в Священном Писании припомните такое? Как говорят, зачем ты пришел раньше времени мучить нас? Они прятаться вначале. Кричали бесноватые. Мы знаем тебя, кто ты. Пришел раньше времени мучить нас-то. И бежали куда попало. И бес, говорит, выходит и ходит по пустынным местам. Это все написано. И они боятся. Кого боятся-то? Это ваше учение. Излагайте его. А они знают, что здесь не пройдет. И сатана выметает их. А если бы сидела здесь на моем месте какая-то бабушка, она бы сейчас начала пудрить мозги. Вот и все. Вот вы убедитесь, что у них ничего нету, кроме дерзости и ереси. Да, вот так. Другого нету. Ладно, Игнатий Тихонович. Все. Так. Ну вас еще не вызывали там на радио в Алма-Ата-то? Нет. Второй раз нет еще. Нет еще. Но все с Богом. Вы знаете только, что еретики, больше с ними не встречайся. Не разговаривай даже. У них ничего нету, кроме ереси. Спаси Христос. Спаси Христос. Держись в церкви православной. Там истина. Да-да. Одна единственная, вечная. Да-да. Давайте. Вот тебе Рай-хан. Она спрашивает имя менять или нет. Я говорю, ну тебя на Раису заменят. Обычно похожее что-то бывает так, чтобы... Ну Рай-хан. Вот она Рай-хан Жайнакова. Вот она. Видишь, вышло как. Ну и слава Богу, мы недолго, 24 минуты тут говорили. Да слава Божьей, да благословит их Бог.